На поле футболисты 10 года рождения. Схалтурить никак нельзя, да и не получится. Тренер Александр Дробешкин внимательно следит за каждым. Я с детства занимался в Спартаке. Именно там был манеж. Один из немногих в Москве. Вот тогда у нас были, ну чуть даже похуже поколения покрытия, но условия были примерно те же. Поэтому, конечно, вспоминаю. Я завидую ребятам сейчас, которые занимаются в таких условиях. Зима – не повод прекратить тренировки. Тем более, в распоряжении воспитанников спортшколы Одинцова, благодаря администрации муниципалитета «Просторный манеж». В нем поле 60 на 40 метров с современным покрытием, удобные раздевалки и душевые. Ежедневно здесь оттачивают технику больше 150 спортсменов. К слову, это отделение самое популярное. Насчитывает 31 группу, 453 человека. И у каждого своя причина любить футбол. Во-первых, футбол – это очень интересно. Я получаю от этого очень много удовольствия. И вообще, мне очень нравится. Это спорт, развитие физических качеств, силы, удовольствия. Можно выигрывать кубки, можно забивать голы и много тренироваться. Голы, сейвы и напряжение страсти. Сегодня по плану средняя нагрузка. Футболисты 10-го года работают над техникой ведения мяча, передач и ударов. Вместе с ними на поле сразу два тренера, чтобы уследить за каждым. В команде 28 спортсменов. Прививаем им коллективизм. То есть они, ребятки, окунаются и понимают, что в большом коллективе нужно и дружить уметь, и общаться, и не только с ровесниками, но и с тренерами как-то, и вести себя очень хорошо. Ну и хочется, чтобы они умели с мячом обращаться. Чтобы стать хорошим футболистом, одной техники мало. Обязательно общая и специальная физическая подготовка. И, конечно, теория. Мы заходим в штрафную площадь. Уже расстояние сокращаем. Ворота у нас большие. Что мы делаем? Как мы бьем? Щекой. Правильно. Футболисты под руководством Александра Дробешкина в спортшколе новички занимаются с январян. А вот их соседи по полю 9-го года рождения учатся уже второй год. Но и они только начали свой путь в большой спорт. Тренеры предупреждают, работать придется много. Научить могут каждого, но легче будет тем, у кого есть природные данные. Можно научить мяч вести, мяч отдавать при желании. Можно, конечно, у него навык будет, без слов. Но есть еще такое понятие, как игровое мышление. Я его называю игровая футбольная чуйка. Вот как поступить в том моменте? Почему великие футболисты, да, они же вот так поступают, что думаешь, да, вот классно, как он решил. А это интеллект, наверное, такой. Да и форму можно и нужно поддерживать не только на тренировках. Зарядка и дополнительные занятия приветствуются, говорит тренер по общей и специальной физподготовке. Сам по себе спортивный образ жизни, он, скажем так, многое дает. Если ребенок помимо тренировок на основных тренировках занимается индивидуально, там, ну, это могут быть, там, бегать, играть во дворе, есть, как бы, там, зарядка, вот как вы сказали, то, конечно, это, как бы, положительно сказывается на его развитии. Футболисты спортшколы Одинцова дисциплинированные, беспрекословно слушают наставников. Благодаря их стараниям и таланту тренеров, они теперь повышают свой уровень в академиях клубов «Спартак» и «Динамо». Но дальше больше. Ведь раньше таких условий для занятий спортом в муниципалитете не было. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.